Я занимаюсь открытыми данными, я, собственно, во время презентации расскажу подробнее, что это такое. То есть различные проекты с медиа, с НПО мы делаем, там, с «Голосом», с «Transparency International» делали, с «Новыгазеты», с «Делаем Петербургом» и так далее. То есть это некие проекты по созданию каких-то интересных штук на основе данных. Это могут быть расследования, исследования, какие-то интерактивные штуки, там, карты и так далее. И цель моего выступления – скорее показать о том, как это на самом деле просто делается. Большинство проектов своих, которые я буду показывать, я делал один, либо это максимум команда из двух человек. И на самом деле у всех у вас есть возможность заниматься, ну, делать подобные штуки. И потому что, ну, на самом деле даже в стране практически никто этого пока не делает. То есть мы очень много слышим про то, как, там, не знаю, какой-нибудь Герман Греф из Бирбанка рассказывает про Big Data и так далее. Но на самом деле есть очень много данных, которые можно обрабатывать на ваших ноутбуках, там, через телефоны, даже через Excel спокойно, и делать из этого классные проекты. Поэтому мой доклад называется «Небольшие данные». И он как раз посвящен тому, как обычные люди, не знаю, активисты, журналисты могут с этим работать. Можно дальше? Что такое данные? Я начну. Это очень старая картинка, ей лет пять, наверное. Она просто объясняет. Видно, что на ней написано, нет? Да. То есть вот этот серый кружок – это все данные. Есть вот Big Data – большие данные. То есть Big Data, если говорить простым языком, таким, это просто маркетинговый термин. То есть большие данные от маленьких особо ничем не отличаются. Но есть какое-то такое негласное разделение, что если это данные, которые вы не можете обработать своим компьютером, то их называют большими. То есть это если вам нужны дата-центры, если вам нужны какие-то мощные компьютеры, чтобы это все анализировать, то это называют большими данными. Есть такой раздел, который называется «Открытые данные». Открытые данные – это когда у государства, либо у бизнеса, либо у НКО есть какие-то данные, которые они создают, и они эти данные открывают. То есть, не знаю, у нас в стране открыты все госконтракты, например. У нас в стране открыты там все ДТП, которые происходили вообще за последние четыре года, если не ошибаюсь, и так далее. У нас есть социальная сеть ВКонтакте, которая тоже раскрывает данные по своих пользователям, для сторонних разработчиков, для исследователей и так далее. То есть это данные, которые можно обрабатывать, и важное такое определение – они машиночитаемые. То есть это не просто какая-то картинка или какой-то PDF, который невозможно обработать быстро. То есть это в основном именно какие-то файлы типа Excel, либо там есть другие сложные форматы, которые можно обрабатывать очень быстро компьютером. Есть вон там как раз зелененькое – это Open Government Data, это как раз государственные открытые данные, про которые я уже тоже говорил. И фиолетовый квадратик – это ваши данные. То есть на самом деле вы тоже генерируете большое количество данных, там, не знаю, о своих треках, поездок на велосипеде, там свои статусы, посты в соцсетях и так далее. Это тоже данные, которые вы генерируете, и это можно назвать вашими данными. Можно дальше. В чем вообще ценность всего этого состоит? В том, что эти данные позволяют очень многое сделать, в отличие от каких-то обычных отчетов. Можно тоже сразу дальше. То есть если мы, например, не знаю, возьмем какого-нибудь чиновника, и он нам рассказывает какие-то красивые цифры о том, что, не знаю, там выросла средняя зарплата, или там, не знаю, уменьшилось количество ДТП, то, имея данные, мы можем это все проверять. То есть мы можем проверять, а реально ли это случилось, а в чем вообще состоит на самом деле суть этого явления? Нам говорят, что повышение пенсионного возраста, это положительно отозвется на экономике. Но если мы имеем какие-то определенные данные о том, как это было в других странах, либо мы можем статистически это все обработать, то мы можем сказать, что на самом деле не все так просто. У нас есть возможности, независимо от государства, производить какую-то аналитику и отвечать на эти вопросы без их участия даже в чем-то. Давайте дальше. Вот пример. Я недавно читал в Махачкале лекцию и проанализировал данные по ДТП на Кавказе. То есть вот здесь первая строчка – это название города, второе – это количество ДТП, которые произошли в этом городе в 2017 году, потом это население, и я высчитал в последнем столбике ДТП на 100 тысяч человек. Мы видим, что эти цифры очень сильно отличаются. Если мы возьмем там грозный назрань, то кажется, что это самые безопасные города по ДТП, потому что у них самое маленькое количество ДТП на 100 тысяч человек. И если, например, мы начнем слушать их чиновников, то, скорее всего, по итогам 2017 года, они нам начнут рассказывать о том, как у них круто. У нас там самый низкий показатель ДТП в регионе. Но если мы начнем разбираться, и у нас есть исходные данные по ДТП, можем посмотреть, есть ли другие показатели, которые могут более адекватно оценить качество городской среды, чтобы происходило меньше аварий. Можно в следующий слайд. Поэтому мы, например, добавляем, пробуем, смотрим на погибших. А как состоит с погибшими дела? И мы начинаем видеть, что, например, назрань, который был лидером по ДТП на 100 тысяч человек, а по погибшим он становится худшим городом. То есть 20 человек на 100 тысяч человек погибло в этом городе в 2017 году в ДТП. То есть, по сути, картина полностью переворачивается. Можно в следующий слайд. А если мы пойдем дальше и посчитаем погибших на 100 ДТП, например, то у нас грозный назрань становятся самыми худшими городами вообще. То есть, речь о том, как разные показатели можно манипулировать, говорить о чем-то, о чем-то замалчивать. Но если общественность умеет работать с данными и на все это смотреть, то увеличивается возможность, что у вас просто, ну, меньше вариантов вас обмануть. И если на самом деле покопаться и посмотреть, то получается, что в назрань погибает у нас 57 человек на 100 ДТП. То есть, вы знаете, если попал в назрань в ДТП, это, наверное, сразу нас практически, то есть, каждый второй получается. То есть, это показатель просто тот, что в назрань и в Грозном просто не регистрируют ДТП. Поэтому этот показатель вылазит так высоко вверх. И на самом деле самое адекватное это погибшие на 100 тысяч человек. И все европейские города мерятся именно на этот показатель. И он в назрань, например, самый худший. А можно следующий? Это пример моего проекта. Может быть, в Твиттере его видели. ДТП-бот. Он сообщает каждый день смертности на дорогах. То есть, как это было сделано? На сайте ГИБДД выкладывалась каждый день сводка. Ну, понятно, никто из вас на сайт ГИБДД не заходит и не читает. Но если это вытащить и запихнуть в удобный формат, например, там, в ленте Твиттера, то это становится удобно следить за тем... Ну, эти цифры начинают как-то будоражить. Потому что там каждый день 70 человек погибло. Например, вчера погибло 50. Вчера погибло 60 человек. И это производит уже совсем другое впечатление. И там был написан простой скрипт, который вытаскивал цифру с сайта ГИБДД, добавлял какие-то... Ну, дизайн и выкладывал просто в Твиттер. Он на самом деле дико популярен стал. Там около, по-моему, 200 тысяч просмотров ежемесячно не имеет. Но он сейчас не работает. Потому что на чемпионат мира запретили в МВД выкладывать всякие сводки о происшествиях. И он пока как бы встрял. И непонятно, на самом деле, вернут ли на сайт ГИБДД эти ежедневные сводки. Можно дальше? Я сейчас больше рассказываю про какие-то простые проекты, которым нужно либо минимальный какой-то уровень программирования, или вообще не нужно. Вот это пример, который мы делали в декабре 2017 года. В Москве была проблема, что многие начали в соцсетях писать о том, что какой-то сероводородом начало вонять в Москве, или каким-то мусором. Люди начали об этом жаловаться в соцсетях, и поднялся какой-то шум. И начали чиновники это говорить, что мы там будем расследовать, что кого. И в итоге нам пришла идея, а как можно вообще узнать, откуда это всё произошло без чиновников. То есть мы понимаем, что они будут расследовать это месяц, и непонятно, правду или неправду скажут. Поэтому мы решили вытащить все твиты за неделю до вот этого происшествия и посмотреть, где там упоминается какая-то вонь. Например, они там обычно писали, типа «Я на Маяковской здесь воняет», или «Я в центре здесь воняет». И мы вытащили, сделав время, когда происходили эти твиты, они их писали, и в какой станции метро или в каком районе они отмечались, мы поняли, например, что откуда вообще пошло самого блока воня. То есть оно началось со свалок, вот эти розовые петушки, это свалки, и потом только ушло в центр. И, по сути, в итоге в расследовании, которое чиновники пророковали, примерно так и оказалось, то есть что это был запах со свалки на востоке Москвы. Но, по сути, мы сделали это выводы ещё в первый день того, когда это всё появилось. То есть это о том, как можно обходить какие-то, не ждать каких-то расследований чиновников, самим разбираться, и всё это делается на самом деле за пару часов, грубо говоря. Можно дальше? Следующий пример, может быть, вы слышали, в прошлом году случился выброс какое-то загрязнение в Челябинске, которое обнаружили европейцы только через месяц после этого выброса, и наши чиновники опять молчали. То есть не было ни слова о том, типа, что случилось, говорили, что всё нормально. А потом на портале госзакупок появился контракт, который описывал как раз очистку этого полигона, определенного в Челябинске, от загрязнений. И в итоге, то есть этот пример о том, как на самом деле через какие-то левые, например, данные, абсолютно неочевидные, можно находить, ну, это вроде бы просто госконтракты, но они свидетельствуют о том, что на самом деле там была реально какая-то авария или какой-то выброс, о котором, например, нам умалчивали. Но мы можем о нём понять через какие-то сторонние наборы данных, например. Также очень интересно, например, если взять ДТП, на первый взгляд, это просто набор ДТП. Что о нём можно сказать? Ну, можно там опасные перекрёстки вытащить, или можно найти основные причины. Ну, например, в этом наборе данных есть такой показатель, как наличие полиса ОСАГО у участника ДТП. Если мы начнём сравнивать регионы, то этот показатель начал отражать очень сильные различные социально-экономические вообще явления, которые в регионе происходят. О том, что люди не могут себе позволить, например, покупать полисы ОСАГО, например, и каждый год увеличивается. То есть, если мы возьмём Москву, то это в районе 5%. То есть, каждый 20-й в Москве автомобилист ездит без полиса, например. А если мы возьмём Кавказский регион, там почти каждый пятый или каждый третий ездит без полиса вообще. И вроде это просто набор ДТП, ну, просто с ДТП, но мы понимаем, что оттуда можно вытаскивать кучу интересных штук, и для этого не нужно там уметь программировать или что-то сложное делать. Можно дальше. Ещё один пример связан с данными. Может быть, вы услышали это исследование размеров веса изъятой марихуаны. То есть, это из Санкт-Петербургского института проблем правоприменения. Ребята провели аналитику по всем судебным решениям по найденным наркотикам у людей. И, ну, именно в судебных уже решениях. И получилась такая штука, что почему-то все носят с собой именно столько наркотика, чтобы им дали уголовную статью. То есть, не меньше, например, не где-то посередине, а вот мы видим вот этот всплеск, с которого начинается уголовка. То есть, это как раз свидетельствует о том, что сотрудники МВД манипулируют изъятым весом, либо они там оставляют себе, либо они, наоборот, добавляют, чтобы была уголовная статья. И поэтому появляются вот такие всплески на значительном размере, первая уголовная статья, и которая больше на 100 граммах. И то есть, там тоже небольшой всплеск. То есть, по сути, очень тяжело, например, поймать реально на таком полицейского, ну, за руку, например. Но если у вас есть данные, и вы умеете как бы с ними работать, то у вас появляются новые инструменты, как такие штуки обнаружить и найти. Дальше. Ну, я думаю, возможно, вы это уже видели. Это графики Сергея Шпилькина. Он занимается анализом данных электоральных и занимается тем, что он не ловит за руку нарушителей, которые вбрасывают там бюллетени и так далее. Он занимается тем, что анализирует результаты выборов по детализации до каждой избирательной комиссии. То есть, что мы имеем? Грубо говоря, выборы, результаты, они все тоже подверждаются, ну, каким-то статистическим законом. Они должны им следовать. Существует масса моделей, на самом деле, которые оценивают на то, насколько они фальсифицированы. И вот если вы обратите внимание, вот эта вот фиолетовая часть, вот эта зеленая поднимается, это как раз обведены все аномальные голоса, то есть, которые не поддаются объяснению, и статистически они не могут быть подтверждены. То есть, по сути, это фальсификации. И это результат 2016 года у «Единой России», я уже не вижу процентов, но там, по-моему, процентов 30 голосов были фальсифицированы, они вот как раз здесь выделены вот этим фиолетовым цветом. Можно дальше? То есть, я сейчас привел такие примеры общие, где, по сути, люди-одиночки, либо там максимум команды из пары человек, умея анализировать данные, они находят какие-то интересные штуки. На самом деле, если мы говорим про кинет-медиа, то это называется дата-журналистикой просто, и на самом деле этот тренд набирает довольно большую популярность и в России, то есть, у РБК появился свой дата-отдел, по-моему, в прошлом году, новая газета организовала, например, Хакатон, тоже по дате-журналистике и так далее. То есть, многие медиа федеральные сейчас стараются в эту сферу зайти и все-таки стараться делать какие-то какие-то расследования, какие-то эти исследования по выборам и так далее, чтобы, так как это делает реально журналистику и немного на другой уровень выводит, делает ее намного качественнее. Я расскажу сейчас про второй этап. То есть, сейчас я рассказал про то, как у вас есть данные, и вы с ними что-то делаете. Но на самом деле существует большой пласт людей, некоммерческих организаций, бизнеса, которые эти данные создают, либо они их как-то улучшают, чтобы они становились более доступными. Можно дальше? Вот, например, пример. Есть на сайте ГИБДД. Это, опять же, данные ДТП. У них есть такая карта по Республике Коми. То есть, это про то, какое количество ДТП там происходит, и красным цветом обозначено, если оно стало хуже, например, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, или зеленым лучше. То есть, для нас это похоже больше на карту для чиновника, который там сравнивает, какой район лучше, и так далее. Она не очень удобна там для журналистов, для того, чтобы что-то оценивать. Можно дальше? То есть, там просто представлен такой список ДТП, который абсолютно неудобен. И дальше тоже сразу. Вот. Например, мы сейчас делаем с московскими ребятами сервис уже более, например, подробный, где можно, например, не знаю, не просто выбрать, найти список ДТП, а прямо нанести его на карту, это вот Сыктывкар как раз, карта ДТП, это просто бета-версия, она не выложена в открытый доступ. Но здесь реальная статистика. Вот в 2017 году в Сыктывкаре прошло 353 ДТП, пострадало 414 человек, и погибло 12. И вот каждое ДТП обозначено здесь, на этой карте. На каждое можно кликнуть, найти и прочитать про него, сколько там человек погибло, в каких марки машин у них были, в какое-то было время, что там находилось рядом, были ли они пьяные, был ли у них полис ОСАГО и так далее. И, то есть, мы имеем государственные данные по ДТП, но мы понимаем, что они абсолютно не их сервисы, которые эти данные выкладывают. С ними тяжело работать и журналистам, и активистам. Поэтому создаются некие такие вспомогательные сервисы, которые упрощают эту работу для тех, кто там не умеет программировать, например. И создаются такие интерактивные штуки, которые могут помогать урбанистам и так далее, в том числе для оценки каких-то неопасных переходов и так далее. Можно дальше. Следующий пример, это мы создавали с комитетом гражданских инициатив, с инфокультурой. Это проект про некоммерческие организации. То есть, существует на самом деле большой пласт некоммерческих организаций, очень трешовых вообще в России, типа казачьих обществ, которые, ну вот, например, которые нагайками разгоняли митинги в Москве. Вот это, кстати, их карточка контрактов от государства, сколько они получали денег. Существует масса каких-то охранных там сообществ, религиозных и так далее. И это все очень такое полутеневое. То есть, если мы возьмем РПЦ, там вообще все очень теневое. То есть, там непонятный статус этой организации даже в России. То существует масса организаций, которые непонятно на что получают гранты. И мы решили посмотреть, на самом деле, какие организации на что получают деньги. И опять же, сделали сервис для журналистов, который упрощает там расследование по некоммерческим организациям. Каким-то экспертом, которые могут оценивать, насколько там рынок НКО в каком-либо регионе, кто там лидирующие организации, кто больше всего от государства денег получает и так далее. И опять же, делать какие-то выводы о том, кто они такие на самом деле, в чьих интересах их деятельность ведется. Можно дальше? Это мой проект про выборы уже. Мы его запускали президентским выбором в марте. Опять же, если мы возьмем ЦИК, он выкладывает данные о результатах по каждой избирательной комиссии с детализацией. Но там исследователи, типа Сергея Шпилькина, они могут написать скрипт, который это все выкачает, но большинство, опять же, журналистов и оптиристов это недоступно. Соответственно, мы создали сервис, который бы эти данные выгружал, агрегировал и автоматически генерировал карты. То есть, там, карту России, например, это за Путина голоса, вот там видно Кавказ и Крым черные. Это карта Москвы, тоже голосование за Путина, то есть, вообще, центр Москвы за него практически не голосует, ну, то есть, гораздо меньше, чем новая Москва. Вот карта Коми. Только там полтора процента, это, по-моему, за Явилинского или за Собчак я утаскиваю. То есть, мы специально делаем сервис, на котором не нужно будет уметь программировать, где можно зайти и сгенерировать себе инфографику, например, на сайт, можно зайти и провести какое-то небольшое исследование, скачать исходные данные уже в удобном формате, типа Excel, чтобы вам не приходилось писать для этого код, чтобы, там, не знаю, проанализировать, как в вашем районе, кто голосовал. Можно дальше. Вот. Это, собственно, так генерируется, то есть, грубо говоря, мы выкачиваем результаты кандидата, потом заходит скрипт на Википедию, выкачивает, находит там его страницу, выкачивает его фотографию, вырезает фотографию в кружок, создает такую инфографику. И, то есть, грубо говоря, если журналисту для этого нужно было, там, день или два попотеть и уметь писать код, потому что это еще интерактивное, то у нас там это сейчас делается за две секунды, и все это можно выкачивать и забирать себе там на сайт или делиться. Можно дальше. Вот очень крутой пример. Это декларатор Transparency International, может быть, вы слышали. То есть, все чиновники должны выкладывать свои декларации. То есть, они должны выкладывать там, какие у них есть машины, свою недвижимость каждый год. И на самом деле, опять же, эти данные очень тяжело обрабатывать. То есть, вы не можете сравнить, например, кто богаче и так далее. И для этого ребята из Transparency сделали сервис, который это все агрегирует, заносит машиночитаемый вид и позволяет делать всякие классные графики из этого, которые уже понятно, например, что вот у «Чайки» уменьшился, метраж недвижимости уменьшился на 4000 квадратных метрах, например, за один год резком декларации. В то же время там его доходы не выросли. То есть, непонятно, она просто исчезла, например. И все это позволяет какие-то более глубинные штуки проводить. То есть, вроде как эти данные есть по декларациям, но без Transparency, без декларатора это тяжело выкачать и понять, на самом деле, как это все устроено. А эти сервисы это упрощают дальше. Это другой проект, мы сделали с Transparency International тоже. То есть, есть государство, открытые данные по контрактам. То есть, кто ремонтирует дороги, где их ремонтируют и кучу другого. И мы решили как-то проанализировать, систематизировать, посмотреть, например, какие улицы ремонтируются, какие улицы на гарантии, кто вообще сейчас ответственен за качество на этих улицах. И сделали такой сервис, который это все агрегирует. Сделали расследование там. И второе, именно тоже важная часть, именно вовлечь людей еще в это. То есть, нельзя просто рассказать, что там одна компания что-то попилила. Можно сказать, что, ребята, мы сделали удобный сервис по поиску по контрактам на ремонт дорог. А давайте вы зайдете и тоже покопаетесь, поищите какие-то интересные штуки, посмотрите, кто около вашего дома, например, ремонтирует дорогу, и кто за нее ответственный. То есть, данные, они очень сильно помогают вовлекать, потому что вы можете дотянуться, не просто рассказать о чем-то общем, вы можете рассказать, что у человека происходит на его районе, в детском саду, куда ходит его ребенок. Потому что, по сути, это не ограничение, а наоборот, у вас есть детализированные данные до каждого перекрестка по ДТП, до каждого детского садика по бюджетам, до каждой дороги на ремонт дорог, контракт и так далее. Это помогает вовлекать и делать эти проекты более такими глубинными и интересными для людей. Дальше. Вот это, кстати, отличный пример, может быть, вы все слышали про Panama Papers. Это в прошлом или уже два года назад было расследование международное, когда юридические компании слили офшоры, данные из офшоров. И очень большой плюс этого расследования, что журналисты, их там было несколько человек, которые получили данные об этом, они не стали сами копаться в этом невероятном массиве данных из кучи терабайт по этим офшорам. Они эти данные разделили между, если не ошибаюсь, 50 журналистскими изданиями по всему миру, которые начали это расследовать. А после того, как они выпустили свои материалы, эти данные были открыты вообще для всех. То есть любой из вас, я, вы, любой может зайти в эти данные и поанализировать их, и поискать, что не так в этих офшорах. И это тоже большой плюс, что данные позволяют выйти за пределы какого-то своего, не знаю, мини-расследовательского мерка, взглянуть по-другому, дать другим людям это попробовать. И это увлечение, оно очень сильно увеличивает вообще качество расследований. И опыт показывает, что находится гораздо лучше. И, наверное, следующий, самый сложный этап, который могут себе позволить уже, наверное, какие-то крупные НКО, либо государство, либо бизнес, это создание данных. То есть очень много явлений, которые не записывают сейчас, либо не существуют вообще в данных, и не обрабатываются ни государством. И это очень круто, когда люди эти данные генерируют сами уже. Можно дальше? Отличный пример этого проекта – это карта нарушений на выборах, например, голоса. То есть если вы крупный НКО, вы, не знаю, очень крупный, в смысле, в пределах России, и вы там лидер в какой-то своей сфере, то практически все сейчас начинают заниматься тем, что создавать данные. То есть если мы возьмем голос, или у нас стоит вопрос, например, где мы можем взять информацию о нарушениях на выборах. То есть у нас даже не стоит вообще каких-то сомнений, у кого это вообще брать. То есть есть голос с его очень крутыми сервисами, которые эти данные собирают, эти данные тоже можно выкачивать, анализировать. И если бы не было голоса, то я не знаю, где бы можно было брать реально нарушения на выборах. То есть вроде кажется уже такая простая штука, что, не знаю, там медиа все пишут про это, и так далее, но практически все эти медиа берут информацию с этой карты нарушений. То есть если бы ее не было, то было бы гораздо меньше медийный эффект от нарушений. Ну, все гораздо хуже бы было. Но этот проект существует очень давно, и мы как-то к нему привыкли. На самом деле он очень важен, играет гигантскую роль просто. Можно дальше? Это пример зарубежный, это про экологию. Это в Нью-Йорке есть некоммерческая организация, которая просто взяла и изучила все деревья в Нью-Йорке. Она их все нанесла на карту, по каждому составила карточку, что это за дерево, какой возраст, рост, его роль там на этой улице и так далее. И все это выложила для людей. Она так бы провела, по сути, за государственную инвентаризацию всего зеленого вообще в Нью-Йорке комплекса. И зачем это нужно? То есть это нужно для того, чтобы, например, если появляется какая-то стройка, или срубили какое-то дерево, или там начали рубить что-то в парке, это все бы сразу было видно, потому что у вас уже есть данные о том, что там было, и какую роль это вообще играло. И это на самом деле помогает. И плюс они эти данные дополнили с Google панорам фотографиями этого дерева, все информации о нем и так далее. То есть это вроде такая простая штука, но она на самом деле очень важная. И пока НКО, на мой взгляд, справляется с этим даже гораздо лучше, чем государство. Если мы говорим про экологию, например, это все скорее ложится на плечи НКО в итоге. Можно дальше. И, наверное, самый вообще сейчас большой генератор открытых данных – это, конечно, социальные сети. То есть в социальных сетях кроются невероятные вообще объемы информации, которые могут отвечать на просто нереальное количество вопросов вообще о том, что происходит в обществе, о различных явлениях. То есть, я думаю, вы все слышали этот скандал с Фейсбуком, когда их данные утекли в левой организации и так далее. То есть и на самом деле сейчас все думают насчет того, как это лучше использовать, тот же Фейсбук, потому что он хочет это, я думаю, монетизировать и по максимуму из этих данных вытаскивать. А эти данные, не знаю, для рекламы, для таргетинга рекламы – это нереальную стоимость все это стоит, это данные соцсетей для, опять же, политического какого-то таргетинга, когда вы ведете политические кампании. Это все играет невероятно большую роль. И сейчас, конечно, куча кампаний заходят на этот рынок, в том числе и в России. Сейчас, я бы сказал, такой многомиллиардный, наверное, рынок данных социальных сетей, которые используются для различных вообще явлений. И государство на него заходит, анализируя, что вы там делаете в ВКонтакте и так далее. И этот тренд непосредственно будет дальше продолжаться. Можно дальше? Это, на самом деле, последняя картинка. Она как раз описывает то, как устроено вообще все с данными. То есть мы видим три этапа. Первый самый сложный, конечно, создание данных. Второе – это их обогащение. То есть речь про то, как создавать какие-то сервисы, которые упрощают доступ обычным людям к этим данным. Либо журналистам, либо экспертам, которые там не умеют программировать. И дата журналистика. Это как раз штука, которая доступна вообще абсолютно всем. Там не надо уметь программировать. Там достаточно иметь компьютер с Excel, как я сказал. И делать крутые штуки можно там за пару дней. И даже в рамках каких-то региональных исследований, всяких материалов, существует масса по дате журналистики крутых штук, типа тренингов, курсов онлайновых, бесплатных, где это можно легко узнать и использовать, чтобы создавать какие-то интересные и полезные штуки. Есть хакатоны, если вы слышали, проводятся. То есть если раньше хакатоны – это такая вещь была чисто для айтишников, где они создавали какие-то приложухи крутые, то сейчас там участвуют журналисты, активисты, чтобы вместе делать какие-то полезные сервисы через IT и реально помогать и делать мир лучше. Я думаю, на этом все. Можно задавать опору. Здравствуйте, меня зовут тоже Сергей, ваш тезка. Я бы хотел спросить такую вещь. Если мы говорим о массовом распространении, датах информации, какой самый популярный ресурс, на котором, в принципе, можно либо выкладывать? Вы говорили про Twitter, да? Про свое исследование. Вообще, это создается домен какой-то, на котором каждая инфографика отдельно, или это все где-то можно структурированно посмотреть? Где это чаще всего распространяется? Я имею в виду материалы какие-то датах. Я имею в виду готовые уже скрипты, которые прописаны, например, по… Ну вот вы представляли проекты, карта, ну, ДТП, например, да? Сам банальный. Это чаще всего именно как сайт представляется, или все-таки вот твиттерские сводки, что-то еще? На самом деле по-разному. То есть это просто форматы, как запаковывать. Это может быть вообще, что вы можете очень много проработать с данными, а в итоге у вас получится просто текст на основе вашего исследования. Это могут быть интерактивные визуализации, либо мини-сервисы, как я показывал. Это могут быть какие-то Twitter-боты, которые мы делали. То есть на самом деле большая разница. Если говорить про какие-то комплексные штуки, то обычно создается, если есть под, то он выкладывается в открытый доступ на каком-то гитхабе, откуда можно, например, скопировать, сделать такой же свой портал со своими данными, с своего города, например, и так далее. То есть, ну, там, понятно, уже нужны технические навыки. Если сказать, сколько я вообще занимаюсь открытыми данными, мне кажется, 3 года. Я не айтишник. Я выучился на stepic.org курс по питому, это по анализу данных за пару месяцев. Вот. И это для анализа данных самый популярный язык, и для написания сайтов их бэкэнды, то есть базы данных. И если говорить про фронт-энд, непосредственно сервисы, то это JavaScript, который тоже учится, может быть, за пару месяцев в каких-то базовых штуке. И на самом деле большинство проектов, опять же, карта ДТП делали 2 человека. Карту ремонта дорог там побольше, по-моему, 4 человека. Ну, там журналисты были, там расследование еще было. Если говорить про открытый НКО, 2 человека делали, по сути, техническую часть. То есть на самом деле это несложно. Ну, если говорить про какой-то ценник проекта или трудозатраты, ну, не знаю, 1200, наверное, стоит проект. То есть это месяц работы двух программистов, например. Если говорить про дата-журналистику, то, наверное, это неделя работы одного-двух человек, если говорить про хорошее исследование. Вот. На самом деле они не так много ресурсов занимают, больше, чем обычная журналистика, когда быстро пишешь какие-то новости, сводки. Но все-таки не такое прям нереально сложное что-то. То есть, на мой взгляд, это все реализуемо. И есть там вышки сейчас программа по дате-журналистике магистерская, на которую можно поступать. И это все на самом деле разрастается. И как можно больше людей в это вовлекается. И, конечно, если вы хотите представлять, чтобы машинка ООО, или вы хотите делать какие-то крутые штуки в своей сфере, то, несомненно, что вы должны в одном из этих направлений в работе с данными находить свое место. Еще вопрос есть? Станислав, меня зовут. Как я понимаю, анализ больших данных – это очень мощный инструмент как по исследованию, так и по следующему преобразованию каких-то… Ну, назовем это мира, скажем так. То, что человек может использовать в своих целях, для своих интересов. Это не так распространено, не так известно, я так понимаю, потому что недавно появилась технологическая возможность вообще их использовать. Вот, мне интересно, на данный момент… То есть, я слушаю и вижу, что, как это очень полезная штука, вообще имеет смысл изучать там в университетах, да, то есть так же, как сейчас, не знаю, статистику изучают, может быть, да. Вот, хотелось спросить, а нет ли сейчас среди айтишных специальностей не появляются ли направления вот именно по… связанные с анализом больших данных, специализированные? Да, конечно, в той же Вышке тоже имеются, по-моему, специальности, там кафедра Яндекса совместная с Вышкой, которая занимается часто анализом больших данных, целая кафедра, и там несколько специальностей на ней есть. По-моему, сейчас практически все технические вузы… Просто, понимаете, это все было, просто сейчас стало дешевле это все делать, то есть, теперь достаточно мощности одного компьютера, либо всякие сервисы по нанесению там данных на карту, либо по созданию инфографики интерактивной, они становятся практически бесплатными, и это все становится доступно, и это занимается с каждым годом, не годом, но каждым месяцем все меньше вообще времени и ресурсов нужно, чтобы делать такие штуки. Это все упрощается. И, следовательно, даже если говорить про анализ больших данных, нельзя говорить, что вообще нужно большинству людей там идти поступать на анализ больших данных. На самом деле, все эти статистические инструменты, они абсолютно пригодны и также используются. Просто появилось больше маркетинговой штуки, типа связанной с бигдейтой и так далее. На самом деле, это все было, и просто сейчас заходят массы, и нужно как бы к этому привыкать, и, скорее всего, это займет очень большую нишу. Меня зовут Тая. Может, банальный вопрос задам? А откуда деньги берутся на эти проекты, собственно, если они бесплатны для пользователей? Большинство проектов, которые я показывал, они не коммерческие, то есть мы брали какие-то гранты, некоторые проекты поддерживал Минфин, например, то есть там есть открытое правительство, которого сейчас уже нет, поддерживало эти вещи. На самом деле, с этим пока тяжело, в плане, если мы говорим про социальные IT-проекты, в стране практически ни одного фонда не существует, который бы, не знаю, делал бы программы для социальных IT-проектов. То есть большинство проектов, которые я знаю, в том числе и мы, частично брали деньги из-за рубежа, например, получалось, потому что, а если говорить про политические, типа, вот, ну, понятно, в России вообще никаких нет денег. И, следовательно, на самом деле, это комитет гражданских инициатив, вот открытый НКО поддерживал, и там госзатраты по закупкам, поиски всякие. На самом деле, практически ничего сейчас такого нет, фондов, и это тебе очень тяжело найти. Ну, то есть, можно участвовать, пытаться через какие-то каналы по социальному предпринимательству, там, типа, ну, давайте я вставлю рекламу в этот портал про ДТП, я социально-предпринимательством. Вот. Какие-то такие штуки, но, по сути, да, с этим большая проблема, с тем, чтобы привлекать... То есть, есть какие-то такие призы на конкурсах, там, по 20-50 тысяч рублей ты выигрываешь, но для того, чтобы фундаментально вести эти проекты, пока в России нет никакой инфраструктуры, и очень тяжело до доноров пока доносится, они пока не очень понимают, типа, почему это стоит в поспоре для создания такого, ну, крутого полицейского государства, типа, можно ловить неверных и посылать к нему тебе. Вот. Это крутой поспорь и пользуется? Смотрите, на самом деле данные – это инструмент. Вы можете им пользоваться как для того, чтобы делать мир лучше, так и чтобы следить за всеми вокруг. На самом деле, такие... Очень много сейчас ведется дискуссий, потому что эта тема начинает подниматься, опять же, вот со скандалом с Фейсбуком, почему эти данные попали другим людям и так далее, как они их использовали, вообще. И на самом деле, если говорить, эта дискуссия, она только начинается насчет того, насколько вообще этика данных, там, передачи. Может быть, вы замечали, что в мае всем приходили имейлы об обновлении политики конфиденциальности с кучей сервисов, типа, заспамили. Это как раз европейцы приняли ограничения определенные на распространение персональных данных людей. То есть, этот процесс пока только начинается, но надо относиться к этому как к инструменту. Конечно, там, не знаю, вы можете ножом резать овощи, поможете убивать людей. И на самом деле, с данной такая же история. Вячеслав, это как? В голове куча идей, чтобы сделать какие-то классные сервисы, с оптовками и так далее. Вопрос, где вас таких искать? Куда подать объявление, чтобы вот найти альтишника или группу какую-нибудь, которая вот возьмет и сделает? Воплотит в жизнь? Вот где? Где вы? Где вы живете? Где вы находитесь? Где вас искать? Смотрите, на самом деле, очень большой, очень классный опыт. Это я уже говорил про Хакатоны. Я не знаю, насколько в Сатывкаре проводились. В ребенок, конечно, их меньше проводится. Но это очень классные инструменты, где объединяются в команды, например, журналисты и айтишники вместе. И они делают для этого классные проекты. Даже в Барнауле, в родном городе, по-моему, проводилось несколько штук. Но на самом деле, весь движ, наверное, в Москве, где и в Питере, где, наверное, каждый месяц или два проводятся классные ивенты, которые как раз помогают притереться журналистам и айтишникам и научиться вместе работать. Вот, если говорить, где искать, на самом деле ничего сложного нет. Нужно просто научиться, наверное, ставить конкретные задачи айтишникам. То есть, понимать, какие данные нужны, откуда их выкачать, как они должны лежать в базе. То есть, какие-то базовые вещи, чтобы даже журналисты понимали примерно, какие им нужны столбики в Excel, чтобы им дал какой-нибудь программист и выкачал. То есть, если научиться такие задачи ставить, можно найти практически любого программиста и он поможет с этим, чтобы это сделать. Есть еще вопрос? Но перед тем, отлично. Перед этим, отвечаю на вопрос. Ответ на вопрос здесь, на самом деле, стоит. Вот Наташа Баранова из Тепени социальной технологии, она очень опоздала к открытию. Но у меня будет с этим выступление ровно про то, где искать активистов, где активистам искать программистов. Вот, ищите ее в программе. Вот у меня, у меня есть племянник, ему 13 лет, и он, сидя за компьютером, он всегда может знать, где я нахожусь, чем я занимаюсь. У меня, вот, например, даже тот самый Twitter. Он у меня закрытый, но он всегда знает, что у меня там происходит. Я вот хочу спросить, какие нужны умения, чтобы пользоваться такими сайтами, чтобы вламывать телефон, и видеть, где я нахожусь. То есть, это прям странно. То есть, он даже при мне как-то просто вел мой номер телефона, и сразу телефон нашелся, где он находится в городе, сколько процентов зарядки, и вот все в этом роли. Я думаю, это будет полностью не ошибаюсь. Лекция, да, приватности здесь. И мастер-класс про технологию безопасности. Вот. И я советую туда сходить и послушать, как это сделать. На самом деле, очень важно, какие данные вы вообще оставляете в соцсетях, потому что все перепродается, все выкачивается, все это используется для того, чтобы вам рекламировать. Ну, знаете, по некоторым людям до сих пор удивляются, что там Яндекс или Гугл читает вашу почту, да, то есть, понятно, что он это все делает, чтобы там, если вы напишите, что вы собираетесь куда-то лететь, то он начнет вас долбить авиабилетами и так далее. При том, что, не знаю, многие приложения, которые вы ставите на свой телефон, имеют доступ к микрофону и так далее, которые тоже могут все анализировать. Существует, ну, то есть, важно понимать, какие приложения ставить. Если не ошибаюсь, недавно был скандал с приложением, где вы можете зайти, вбить номер и узнать, как вы записаны у других людей в телефонных книжках. Вы же понимаете, что вы отдаёте всю свою телефонную книжку этому сервису. И то есть, недавно очень крутой был кейс, когда пытались на войне на Украине обнаружить, что, ну, понять по голосу, что за человек там общался с сепаратистами. И там была как раз штука, что был, его телефон выложен. Его вбили в этот сервис и нашли, как он назван у разных людей. И у одного человека он был назван там генерал ГРУ, так-то, так-то, так-то. И то есть, просто через этот сервис, потому что кто-то в это приложение себе поставил, он слил номер у этого генерала и в итоге через открытых данных оказались все эти штуки, которые использовали уже расследователь, чтобы понять там, кто с кем и так далее. То есть, я думаю, что да, на этом мастер-классе, на лекции какие-то подобные темы будут озвучены. Как сделать так, чтобы вот стараться все-таки не выложить все о себе там, вот этот вопрос. Если вопросов больше нет, большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!